8 ноября 2012 года гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на отработку учебно-боевых задач. Спустя три месяца флагман Черноморского флота вернулся в базу. Всё это время членов экипажа корабля с нетерпением ждали их друзья и родные. Для каждого из них встреча с близким человеком особенная и долгожданная. Мы сегодня пришли встречать нашего папу и мужа. Долгожданное возвращение. Очень ребёнок его ждёт, соскучился. Радость, естественно, столько ждать. Три месяца считаете, это большой срок? Небольшой, но просто и в том году я его видела всего лишь месяц. Очень соскучились, очень сильно соскучились, переживали. На стихе буду играть. Нет слов передать то, что я снова его вижу, обниму и почувствую отцовскую тепло и любовь. Крейсер ошвартован, спущен трап. Командование флагмана докладывает о прибытии. Отряд боевых кораблей выполнил поставленную задачу. Корабли и суда возвращены в пункт постоянной дислокации. Личный состав здоров, материальная часть в строю. Как и положено, встречали с жареным поросёнком и караваем. Затем на палубе состоялось торжественное построение по случаю возвращения в базу. Членов экипажа приветствовали командование штаба Черноморского флота Российской Федерации, ветераны и духовенство. Командиру ГРКР «Москва» был вручен переходящий кубок командующего краснознамённым Черноморским флотом. В 2012 году крейсер признан лучшим среди кораблей первого и второго ранга. За 90 дней морского похода Москва прошла более 12 тысяч миль. Среди портов – греческий перей и дважды кипрский лимассол. Отработаны десятки учебно-боевых задач. Стрельбы, условное нанесение ракетного удара, отражение воздушной атаки, обнаружение подводного противника, спасение людей в море. Особенностью данных учений явилось то, что производилась отработка мероприятий трёх флотов. Это Северного, Балтийского и Черноморского. На основе Черноморского флота была создана группировка с командованием, размещенным офицерами главного и генерального штаба на борту крейсера, которые управляли, оценивали и, соответственно, подводили итог данного мероприятия. Все задачи, которые поставило командование крейсеру, боевые задачи, решены успешно и с высоким качеством. Корабль успешно подтвердил уровень своей боевой готовности. За службу перед Родиной и успешное выполнение учебно-боевых задач члены экипажа награждены почётными грамотами. Кстати, неделю назад крейсер отметил свой 30-й юбилей со дня поднятия военно-морского флага и включения в состав Краснознамённого Черноморского флота. Командование подчёркивает, свою годовщину корабль провёл на боевом посту в море. И это показатель. Достижения моряков на этом не заканчиваются. Больше 10 человек стали отцами. Андрей Семёнов – один из них. О рождении дочери узнал спустя месяц после нахождения на боевом посту. Говорит, известие придало сил для успешного выполнения поставленных задач. Находились, мы как бы выполняли задачу уже в составе мы тактической группы номер один нашей. Ходился после вахты, прибегает ко мне подчинённый, говорит, товарищ вас вызывает, у вас родилась дочь. Поздравил меня тоже, я с такими глазами сначала ничего не понял. Но я потом прибежал уже, позвонил и тогда уже успокоился. Сейчас гвардейский ракетный крейсер «Москва» ожидает плановый послепоходный ремонт. А экипаж отправится на заслуженный отдых. Правда, ненадолго, ведь уже поставлены новые боевые задачи. Наталья Двотина, Виталий Козловский. Программа «Наше время».